Маткульт, привет всем, друзья! А в интернете кто-то неправ. Как вы думаете, кто? Нет, вы не угадали. На самом деле, в данном случае Боря Трушин вовсе не неправ, а не до конца раскрыл тему. Поэтому, Боря, сейчас я раскрою ее за тебя до конца. А речь идет о самате. Это уже было у нас в Воронежской лекции, но оно было так, мимоходом. Я хочу конкретно обратиться. Привет, Боря, привет, подписчики Бори. Итак, мы сейчас будем конкретно вообще решать вот такое уравнение в целых числах, находя все решения. Все. Но некоторые факты я оставлю без доказательств, вы их сами пробьете. Итак, что делал Боря? Он брал и подбирал вначале на калькуляторе, блин, или там как еще, ближайшие квадраты снизу к этому страшному числу, и в конце концов наткнулся на решение. А потом сказал, что это способ совершенно лобовой, и мы сейчас сделаем более умно, а именно мы разложим это на множители, угадаем для каждой из частей, и применим принцип, что можно построить, вот если А есть сумма двух квадратов какой-нибудь, А есть х квадрат плюс у квадрат, А, Б, есть х с волной квадрат плюс у с волной в квадрат, то А, Б, есть тоже некий там х с птичкой в квадрат плюс у с птичкой в квадрат. И эти птички как-то странно у Бори быстренько так раз-раз выражаются через вот эти, некими формулами, которые якобы падают нам на голову с кондачка. Так вот, наверное, Боря знает, что все происходит из гауссовых чисел, но решил скрыть это знание, а я его открою. Вот, итак, что на самом деле происходит? Происходит следующее. Значит, первое утверждение. Давайте А запишем, если оно есть сумма двух квадратов, вот в таком виде. Да, для понимания этого ролика необходимо знание целых комплексных чисел, то есть гауссовых, и я предполагаю, что вы с ними после того, как сейчас это все посмотрите, внимательно ознакомитесь. Вот. Так вот, сумма двух квадратов это просто разложение на множители вот такого вида в гауссовых числах. То есть обычное целое число представляется в виде произведения вот таких двух гауссовых целых чисел, но тогда А, Б, равно х плюс у и на х с волной плюс у с волной и умножить на, соответственно, оставшиеся две. х минус у и х с волной минус у с волной и. Но эти два числа будут друг к другу сопряжены, и, соответственно, будет, это будет, соответственно, х с волной минус у и у с волной плюс х с волной и плюс у с волной и. Ну и умножить на то же самое, только со знаком минус вот здесь. Та-да-да-да-да, минус та-да-да-да-да на и. Ну или что после раскрытия, после, соответственно, того, как мы это перемножим, мы получим х с х с волной минус у и у с волной в квадрат плюс как раз х с волной у плюс х и у с волной в квадрат. То есть то, что Боря сделал, заметив, что если раскрыть скобки, то получится ровно то же самое, что произведение вот этих двух сумм квадратов. Но как догадаться до этого раскрытия скобок? Совершенно непонятно, если не понимать эту гауссовую природу происходящего. Понимаете, да? То есть для сумм квадратов совершенно необходимы и просто невозможно без этого обойтись понимание гауссовых чисел. Но понимание дает также способ найти все решения. И я сейчас намечу путь. И Боря может доделать до конца, там очень большие вычисления, которые я не люблю, а Боря их умеет. Он так, у него так в ролике так и сразу такие длинные формулы там за 10 секунд возникают. Потом еще какие-то. Но сейчас я намечу и покажу в точности рецепт изготовления всех восьми различных решений этого уравнения. Различными я не считаю те, которые отличаются плюс-минусами здесь или здесь, или перемены мест иксов и игреков. Здесь будет восемь настоящих, абсолютно разных пар чисел в сумме квадратов, дающих вот это вот страшное число. Поехали! Стираем все и занимаемся этим. Текст. Ага. Опа! Спасибо! Спасибо! Сейчас сотрем и начнем. И нам пригодится лема. Лема, некое утверждение, теорема, которая называется в одних источниках Рождественская теорема Ферма, а в других теорема Ферма Эйлера-Гаусса. Ну, наверное, в теореме Ферма Эйлера-Гаусса еще утверждается единственность в соответствующей теореме, поэтому я буду ее называть теорема Ферма Эйлера-Гаусса. Итак, мне она пригодится. Теорема Ферма Эйлера-Гаусса. Любое простое П вида 4К плюс 1 единственным, здесь это важно, способом, ну, опять же, единственным с точки зрения таких, с точностью до там очевидных там замен, представляется в виде суммы двух квадратов. Вот. Эта теорема много раз попадала ко мне на канал в разных видах, недавно я ее доказывал, значит, через, ну, там, через какую-то миссию остатков, очень красивую, там единственности, правда, не было. Единственность следует все-таки из гауссовых чисел. Дело в том, что если бы вот было два разложения, да, что на самом деле, о чем идет речь? Что когда мы переходим к гауссовым, у нас простота вот таких чисел теряется. Простой вида 4К плюс 3 остается простым и в гауссовых числах. Простой вида 4К плюс 2, то есть число 2, становится, по сути, квадратом простого гауссового числа 1 плюс и с точностью до домножения на обратимые. А простой вида 4К плюс 1 всегда теряет свою простоту. Но если бы было два разных разложения, то это бы по сути противоречило основной теоремой арифметики. Потому что довольно просто показать, что здесь вот эти два уже должны быть двумя гауссовыми простыми числами. Ну там, если вы попробуете предположить противное, то у вас очень быстро получится, что п на самом деле и в обычных наших числах тоже непростое, когда вы перегруппируете. То есть первое утверждение, что если п простое обычное, то это простые гауссовые, а дальше если бы было два таких разложения различных, то у меня было бы два разложения существенно разных в гауссовых числах некоторого числа на множители. Что невозможно, потому что в гауссовых числах верна основная теорема арифметики. Вот. Ну и собственно на основании этой основной теоремы арифметики мы и докажем сейчас, что решения, которые мы получим, будут исчерпывать все возможные. А теперь вперед. На самом деле нам нужно разложить на множители вот это число. На простые, а потом на гауссовые простые. И разложение будет единственным. Начнем с обычных. Как правильно Боря заметил, это 1445 умножить на 10 0001. Ну и дальше если мы не хотим решать задачи до конца, то мы вот это очевидно разложим 100 квадрат плюс 1 квадрат. Здесь нащупаем 1336 плюс 9, то есть 44 квадрат плюс 3 в квадрате. Ну и воспользуемся вот этой формулой, которую я уже приводил, чтобы получить одно всего лишь решение. Вот. Ну а я хочу решить ее до конца. Вот это делится на 5. Это 5 умножить на 389. И 389 простое. Можете быстро пробежаться по нескольким. До корня надо проверять до числа 19. Пробежаться, в общем, оно простое. Здесь сложнее ситуация, но все же можно нащупать, что это 73 умножить на 137. А здесь, правда, без компьютера, наверное, не нащупаешь. Перебирать до 73, ну тут до 100 надо перебирать. Ну, может и можно за день работать. Вот. Ну, в общем, вот это вот полное разложение на простые множители вот этого числа, которое у нас идет в саммате в первой задаче. Ну, а так как они простые, то у них есть единственное у каждого из них единственное разложение на гауссовые. Ну, для 5 оно угадывается. Соответствует пятерке, как 2 квадрат плюс 1 квадрат. Для 389 меня озарило 289 плюс 100. Тут надо догадываться просто. 17, соответственно, плюс 10 и на 17 минус 10 и ну, давайте на нижнюю строку перейдем. 73 легко угадывается, как 8 квадрат плюс 3 квадрат, то есть 8 плюс 3 и на 8 минус 3 и ну и 137 тоже несложно, это 121 плюс 16. 11 плюс 4 и на 11 минус 4 и вот. Теперь внимание, это полное разложение этого числа в z от i в гауссовых числах. Оно единственное с точностью до всяких там обратимых, которые на сумму квадратов влиять не будут. А значит, любое разложение в сумму квадратов этого числа, любое разложение, если я напишу, что это равно а плюс bi на а минус bi, что и означает, что я представил его как сумму двух квадратов, должно браться отсюда путем двух чисел друг к другу комплексно сопряженных. А значит, из каждой пары должен быть взят один и домножен соответственно, вот эти вот как бы четыре. у меня есть четыре такие пары. Ну, давайте вот здесь, да, напишем. Два плюс i на два минус i семнадцать плюс десять i на семнадцать минус десять i одиннадцать плюс четыре i одиннадцать минус четыре i ну и, наконец, восемь плюс три i и восемь минус три i. И, соответственно, любое решение вида a плюс b квадрат такое оригинальное единственное неповторимое опять же в силу основной теоремы аритметики не могут получиться одинаковые. Получается, если я из каждой пары взял один и перемножил, ну, а из этой пары какой-то взял, если я взял второй и перемножил на все остальные, то у меня просто получилось сопряженное. То есть, мне нужно выбрать вот это число всеми возможными способами, а это подстраивается под него однозначно. Ну, соответственно, берем 2 плюс и, а вот дальше у меня 8 вариантов. Вариант номер один везде вот так, вариант номер 2 это вот так, вот так и вот так. Ну, то есть, ну, понятно, 8 вариантов выбрать из этих трех множеств по два элемента, да, выбрать какой-то один. Вот так, потом вот так, потом вот так, потом вот так, потом вот так, да, потом вот так, потом вот так, и, наконец, вот так. То есть будет 8 чисел вида А плюс БИ, 8 чисел, которые получаются теперь полный рецепт. Я беру и выписываю полный рецепт. Все решения этого уравнения, и в том числе Борина тоже, решения одно из них, все поголовно, все решения. Это 8 чисел А плюс БИ. И каждая из чисел А плюс БИ, соответственно, даст А квадрат плюс Б, квадрат равно вот этому большому числу. Значит, А плюс БИ равно, и дальше вот все 8 вариантов идут. Ну, вначале все 8 вариантов начинаются с 2 плюс И, естественно, да? Вот, все 8 вариантов начинаются с 2 плюс И. Вот, но я не задолбаюсь, сейчас я все напишу. Дальше, соответственно, 17 плюс 10 и... Интересно, задолбаюсь или не задолбаюсь? 8 плюс 3. Дальше, 17 плюс 10 и... Наверное, вот эта работа уже бессмысленная, но тем не менее, да? 8 минус 3. И это просто, чтобы рецепт... Каждый из вас сможет их найти, все решения. Каждый из вас, а не только Боря. Так, 17 плюс 10 и... 11 минус 4 и... 8 плюс 3 и... 17 плюс 10 и... 11 минус 4 и... 8 минус 3 и... Ну и дальше, ладно, все-таки задолбался. Вот здесь везде будет 17 минус 10 и... А здесь ровно то же самое, повторенное второй раз. Вот, каждый раз на выходе будет какой-то А плюс, какой-то Б и... И все эти 8 вариантов будут существенно различные. Больше решений нет, что следует из основной теории альфметики в галстовых числах. Боря, привет! Всем подписчикам Боря Трушина. Маткульт, привет от Саватана. Боря, привет от Саватана.